Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Летние ДТП, череда аварий с байками в городе. Кто виноват и что делать? Когда рука вещдок. В Бобруйске вора нашли по отпечатку пальцев. Только у нас подробности громкого задержания. Спасло чудо. Под Могилевым два дня искали женщину и нашли. Как это было? И рискнул ради ребенка. В Китае пожарный спас пятилетнюю девочку с 40-метровой высоты. Мы начинаем. Разбился на мотоцикле. Близ деревни Брошка. Байкер попал под грузовик. Водитель Хонды ехал по трассе Бобруйск-Мозырь. На 15-м километре парень отвлекся и влетел в прицеп фуры. Ман разворачивался на кольцевой. Его госпитализировали серьезными травмами. Мотоциклист скончался в реанимации. Позже выяснилось, мужчина сел за руль без прав. Во вторник в 12-м часу ночи на шины столкнулись Хендай и Байк. Авто двигалось в сторону Минской. По предварительной информации, при развороте водитель корейца не уступил дорогу мотоциклисту. Он вместе со спутницей получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. На Кирова сбили пожилого велосипедиста. Мужчина на байке ехал по тротуару и выскочил на проезжую часть. Зебра, как сообщается, была в 100 метрах. Водитель иномарки не успел затормозить. Пострадавший влетел прямо в лобовое стекло. Его госпитализировали. Чудом спаслась. В Могилевском районе спустя два дня поисков нашлась пропавшая женщина. Еще 6 июня она заблудилась в лесу у станции Голынец. К поиску подключились сотни человек. Милиция с кинологом, лесхоз, родственники, а также поисково-спасательная группа. Было пройдено почти 70 километров лесных троп. Искали с помощью техники и пеленгации. Спустя сутки нашлись личные вещи женщины. А ближе к вечеру и она сама. Пострадавшая госпитализирована. Выручили технологии. В Бобруйске вора нашли по отпечатку руки. В милицию обратился местный житель. Мужчина сообщил. Прямо со двора его дома пропали личные вещи. Постройка сейчас на стадии строительства. Когда хозяин утром приехал на объект, не обнаружил. Насос для скважин и фонарь с датчиком. Там, как сообщается, были срезаны провода. Уже на месте эксперт обнаружил на заборе два следа рук. Один из отпечатков удалось идентифицировать. Мужчину нашли оперативно. Им оказался безработный житель райцентра. Возбуждено уголовное дело. Бить некого крушим. В Бобруйске пятеро нетрезвых парней после застолья на свежем воздухе изрядно заскучали. Вместо развлечения погром беседки. Действо зафиксировала камера видеонаблюдения. Милицию вызвал сторож. Дебоширов задержали. Следователи возбудили уголовное дело за злостное хулиганство. В Китае пожарный спас пятилетнюю девочку. Та выпала с балкона 13 этажа и держалась за фасад на 40-метровой высоте. В службу спасения позвонили встревоженные жители многоэтажки. Один из пожарных с балкона выше спустился на специальном ремне к девочке. Как только спасатель приблизился к ребенку, крепко обнял и перебросил обратно в квартиру. Очевидцы происшествия вознаградили мужчину громкими овациями. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!